Комиссия по контролю за соблюдением масочного режима на всех видах пассажирских маршрутов работает ежедневно. Утром и вечером в час пика межпиковое время сотрудники полиции, департамента транспорта, компаний-перевозчиков и добровольной дружины проверяют подвижной состав города. Каждую неделю проводится по 80 выездных рейдов. Ими охвачены маршруты во всех внутригородских районах. Сегодня проверки начались с трамвайных и автобусных остановок возле госуниверситета. Работа в таком режиме у нас будет продолжена вплоть до особого распоряжения оперативного штаба. Требование о том, что нужно носить маски, оно распространяется не только на пассажиров, но и на персонал перевозчиков. То есть водитель, кондуктор, который также находится в салоне, тоже должны носить маску. Она также должна быть надета на лицо, закрывать нос и рот. Пассажирка 61-го автобуса на просьбу сотрудников полиции и межведомственной комиссии надеть маску ответила резко. Не приняла она и маску, которой был готов поделиться водитель автобуса. Девушке предложили покинуть салон для того, чтобы оформить протокол. На это она отказалась и надолго задержала рейс. Опаздывающие пассажиры, среди которых люди преклонного возраста, были в недоумении и на эмоции также не скупились. Я сейчас тебя выставлю. В смысле вы меня выставите? Какое вы имеете право меня выставлять? Выставлю. Какое право? Что ты меня держишь? И что? И что, что я задерживаю? Протокол сотрудники полиции все-таки составили. Пришлось оформлять административный материал прямо в салоне. Девушке грозит штраф до 30 тысяч рублей. Точную сумму взыскания установят в суде. На прошлой неделе на таких же нарушителей было составлено 5 протоколов. А с начала этого года за несоблюдение масочного режима на транспорте были оштрафованы 362 пассажира. Особо пристальное внимание к водителям и кондукторам автотранспортных предприятий. Некоторые из них и вовсе не считают нужным надеть маски или забывают их. Просто забыл. Забыл, стоил, забыл одевать. И все. Ничего такого. А так постоянно в масках находимся. Стоит отметить, что в транспортных предприятиях есть практика привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности. Лишение премиальных за месяц. Если дело дошло до протокола, то штраф грозит не только водителям и кондукторам. Компания-перевозчик также может быть наказана рублем. Если на физическое лицо предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, то юрлицам придется выплатить до 300 тысяч. Перевозчик со своей стороны принимает все необходимые меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Для кондукторов и водителей проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты. А также рассказывают, что нужно предпринять и какой алгоритм действия выбрать, если пассажиры категорически отказываются надевать маски. Если вы заметили вдруг нарушение, стали свидетелем грубого поведения, вы, пожалуйста, обращайтесь на телефон горячей линии. Телефоны все размещены у нас в подвижном составе, в соцсетях можно обратиться к сотруднику, который оперативно донесет информацию руководству. Жителям города в очередной раз напоминают, наличие сертификата о вакцинации не дает права отказываться от соблюдения масочного режима. Средства индивидуальной защиты нужно надевать еще на улице, до входа в салон.